Водоводы сельские, нюансы европейские. Новое оборудование устанавливают в селе Полдамассово. Производители обещают, что оно прослужит полвека и очень облегчит работу специалистов. Старт отопительного сезона не задался в доме номер 28 по улице Кирова. Что пошло не так, расскажет Эдуард Истомин. В регионе всплеск заболеваемости детей ковидом и ОРВИ. Сохраняется угроза гриппа, а потому врачи настоятельно рекомендуют сделать детям прививки. Заявка Ульяновской области на строительство производственной инфраструктуры на площадках индустриального парка Заволжье и портовой особой экономической зоны одобрена правительством Российской Федерации. На эти цели федеральный центр выделит региону кредит в размере 2,5 миллиардов рублей. Такое решение сегодня озвучил Марат Хуснулин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Проект предполагает строительство производственных корпусов общей площадью 50 тысяч квадратных метров на территории ПОЭС и индустриального парка Заволжье. Там разместят высокотехнологичные предприятия. Общий объем инвестиций оценивается в 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Это, в свою очередь, позволит создать свыше 1200 новых рабочих мест для жителей региона. В ходе встречи, которая проходила в формате видеоконференц-связи, глава Ульяновской области Алексей Русских подчеркнул, что регион и дальше будет использовать этот механизм и планирует подать заявку на получение инфраструктурного кредита для создания Волжской набережной. Это будет сделано после проведения всех необходимых подготовительных работ, включая перегоукрепления. К слову, Министерством строительства и архитектуры Ульяновской области уже направлена заявка на получение кредита в размере 1 миллиарда 200 миллионов рублей на развитие транспортной инфраструктуры в микрорайоне Юго-Западный. В Ульяновской области назначили нового главу МЧС генерал-майор внутренней службы Михаил Осокин, хорошо известен жителям нашего региона. Большая часть его карьеры связана с нашей областью. В 1996 году он окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище имени Богдана Хмельницкого. С должности первого замначальника управления МЧС России по Ульяновской области в 2018 году ушел на повышение в Ямало-Ненецкий автономный округ. И вот теперь возвращается в наш регион, чтобы возглавить чрезвычайное ведомство. Современные технологии сельскому водоводу в Полдомасово-Ульяновского района устанавливают новое оборудование. Речь о специальной трубопроводной арматуре, которая придет на смену устаревшим задвижкам. Новая система будет выведена наружу при помощи своеобразного удлинителя. А регулировка воды будет осуществляться особым ключом, который будет только у специалистов. Ранее же для регулировки применялся ряд трудоемких операций. Данная задвижка позволяет не использовать железобетонные колодцы, ну либо какие-то другие колодцы. Так как имеет гарантийный срок в 10 лет и срок службы 50 лет. То есть ее не нужно никак эксплуатировать. Производитель новых задвижек компании из Австрии, которая уже 10 лет работает в России, открыла здесь свое производство. В ряде регионов такие устройства уже установлены на систему подачи воды и хорошо зарекомендовали себя. Для Ульяновской же области это первый опыт применения такой технологии. В Полдомасово это поможет решить извечную проблему с распределением живительной влаги в разных частях населенного пункта. С населением почти в полтысячи человек. Приходится постоянно регулировать потоки воды из нижней части села на верхнюю. И эта задвижка позволит нам плавно, полномерно, ежедневно регулировать потоки воды. В случае, если возникнет такой же кризис водоснабжения, как было в прошлом году. Это большой шаг вперед для качественного снабжения села. В будущем подобные системы могут появиться и в других населенных пунктах, особенно в тех, где возникают перебои с водоснабжением в летний период. Кроме того, составляется перечень населенных пунктов, где в первую очередь необходимо проводить модернизацию устаревших систем подачи воды. 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Именно такой приговор вынесен жителю Чердоклинского района, который признан виновным в убийстве. Трагедия произошла ночью 10 февраля. Этого года в Чердоклах мужчина выстрелил из обреза двуствольного охотничьего ружья в грудь своему знакомому, который скончался на месте преступления. За несколько дней до этого он поссорился с потерпевшим и, вспомнив ссору, приехал к нему в квартиру и выстрелил с близкого расстояния. После совершения преступления он скрывался в гаражном боксе и был задержан в ходе совместных мероприятий сотрудников региональных управлений Следственного комитета, МВД и Росгвардии. В Железнодорожном районе в одном из домов не могут до конца запустить тепло. Собственники квартир на Кирово-28 требуют полной замены аварийных стояков. Ради этого они нашли даже подрядную организацию, но договор с ней управляющая компания никак не заключит. Почему? Выяснял Эдуард Истомин. На Кирово-28 с ужасом ждут прихода зимы. Жители первого подъезда мерзут по ночам. От холода Лидия Фуражева спасается одеялами за пледами. В ее квартире аварийный стояк отключили с весны, а осенью уже не включили. Мы с кем не сговариваем, абсолютно никто не реагирует на нас. Но через неделю, через две будет уже холодно. И самое главное, я говорю, у меня путевка, я не могу людей подвезти. Путевка дорогая, чемодан собран, но как ехать на отдых, если тепло в дом не пустили? А ведь стояк у Галины Фуражевой весь в хомутах. Один из них возле перекрытия. Собрание было у нашего подъезда, обещали сделать. А эта квартира этажом ниже. Здесь в свое время рванул стояк, теперь ее жители три года греют сомнительнее металлопластик. Картину маслом дополняют те же хомуты. Люди посетовали на них коммунальщикам, но на жалобу они ответили жалобой. Приходил к нам главный инженер, с нами беседовал. Он сказал, что у них нет подрядчика. Мы нашли подрядчика. Жители хотят, чтобы управляйка заключила с ним договор на замену злосчастных стояков. Коммунальщики обещали пойти навстречу, но по факту лето красное пропели, а договора с подрядчиком так и нет. Мы рассмотрели его предложение. В принципе, мы готовы заключить с ним договор при предоставлении всего пакета документов. На сегодняшний день предоставлен только смета и предоставлен проект договора. То есть каких-то учредительных документов пока не будут предоставлены. Жители дома ссылаются на разговор с коммунальщиками. По словам Лидии Фуражевой, в ходе него всплыли интересные детали. И у людей теперь мнение, что в управляйке одни марши растеряши. Они даже попросили у подрядчика номер счета, а вчера говорят, что они потеряли договор и смету и все. Факт пропажи коммунальщики не подтвердили, а на словах сказали, что не против договора с найденным подрядчиком. Но по закону для этого требуется решение общего собрания, а не устные указания отдельных собственников. Хотя есть и другой вариант. Мы сегодня готовы зайти туда, устранить все эти неполадки и запустить отопление по этим двум стоякам. То есть если сегодня будет предоставлен доступ в эти квартиры, стояк сегодня мы запустим. При повторном недопуске, значит, мы будем передавать в суд. Судя по акту, люди не пустили коммунальщиков в квартиры. А в бумагах написали, что отворят двери, если стояки заменят полностью, а не кусками. И сделают это аккуратно, а не в ущерб обоим и потолкам. Эдуард Истомин, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. Врачи призывают родителей вакцинировать своих детей от гриппа. Эпидситуация продолжает оставаться напряженной. За сутки только в областном центре фиксируется около двух тысяч вызовов врачей-педиатров на дом. Медики мобилизовали все ресурсы. К работе привлекают даже ординаторов. Артем Петров продолжит. Регистратор, здравствуйте. Телефоны в регистратуре второй детской поликлиники не умолкают. Количество вызовов врачей на дом растет ежедневно. Только на правом берегу Ульяновска в сутки фиксируется больше двух тысяч выездов педиатров к маленьким пациентам. Такого всплеска заболеваемости врачи не припомнят. Ежедневно в поликлиниках областного центра консультацию и лечение получают свыше 8 тысяч человек. С ростом заболеваемости максимально все силы направлены на помощь. Помогают ординаторы, выходят врачи, заведующие. Все работаем, несколько смен. Все направлено на то, чтобы сохранить заболеваемость. И самое главное предупредить. Поэтому призываем всех даже в период пандемии приходить на вакцинацию. Только сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией под наблюдением находятся 600 детей. При этом сохраняется высокий показатель заболеваемости ОРВИ. А вот еще одна опасность – это грипп. Чтобы минимизировать риски инфицирования и избавить от возможных тяжелых последствий, врачи призывают на вакцинацию. В детской городской клинической больнице используется вакцина Ультрикс-Квадри. Препарат зарегистрирован в России в установленном порядке и содержит актуальные штаммы вируса. Это рекомендованные Всемирные организации здравоохранения. Вся процедура занимает не больше 15 минут. Записаться на вакцинацию от гриппа можно на сайте Госуслуг и по телефону регистратуры поликлиники. Мы в прошлом году тоже делали прививку против гриппа. Весь год у меня ребенок не болел. Поэтому в этом году мы тоже решили сделать эту прививку, потому что болеть мы не хотим. Медики отмечают, что из-за увеличения количества обращений к педиатрам участковым интервал записи может сокращаться. Возможно увеличение времени ожидания в очереди. Для детей с повышенной температурой тела и признаками острой респираторной инфекции во всех поликлиниках организован отдельный вход, а потоки разграничены. Также на входе в поликлинике измеряют температуру тела пациентам. Детей с симптомами ОРВИ преимущественно осматривают на дому. А при возникновении вопросов, которые связаны с оказанием медпомощи, родители и иные законные представители пациентов всегда могут обратиться к администрации детских поликлиник лично или по телефону. Артем Петров и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. Возители пассажирского транспорта проверяют сотрудники госавтоинспекции. В регионе проходит профилактическое мероприятие «Автобус». Основная задача – выявить нарушение требований эксплуатации пассажирского транспорта. Техническое состояние автобусов, которые выезжают на линию, должно быть идеальным. От этого зависит безопасность пассажиров. Особое внимание уделено перевозкам пассажиров в пригородном и межгородском сообщении. Запланировано проведение ряда мероприятий на пассажирском транспорте. Профилактические мероприятия включают в себя проверку субъектов надзора и индивидуальных владельцев автобуса. При этом особое внимание обращено на техническое состояние транспортных средств при выпуске их на линию. А также за осуществлением предрейсового медицинского контроля и соблюдением режима труда и отдыха водителей автобусов. Сами водители утверждают, что перед выходом в рейс автобусы проходят тщательный досмотр. Лишь после положительного заключения механика транспорт пускают на линию. Давление в швинах, там жидкости, чтобы все были, фары, чтобы все горели. Особое внимание сотрудники госавтоинспекции обращают на наличие и функционирование в автобусах аварийных выходов. Не должно быть несанкционированных изменений в конструкции транспортного средства. Инспектора проводят с водителями профилактические беседы и напоминают о необходимости соблюдения всех требований пассажирских перевозок. И о погоде у меня на этом все. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Плюс 12, плюс 14.